Здравствуйте! Несмотря на то, что на нашем канале уже очень много выпусков посвящено теме розация и есть вебинары для специалистов на эту тему, есть коротенькие влоги по уходу за кожей с розация. Вопросы на тему розация не переставают поступать. И самое главное, как правило, проблема в том, что люди пытаются обозвать розация в другие какие-то патологические состояния, связанные, допустим, с покраснением лица или с высыпаниями на коже. И я хочу такую как коротенькую памятку разобраться еще раз в том, как же отличить истинную розация от каких-то других похожих дерматозов. Чаще всего розация, конечно, путают с акне и переоральным дерматитом. Давайте с вами поговорим самые основные признаки и отличия розация от, например, акне и переорального дерматита для того, чтобы не запутывать себя. Потому что очень часто у нас есть в гильтеке соцсети, есть какие-то ресурсы, на которых пациенты, клиенты могут прислать, например, свою фотографию с целью подобрать уход для кожи. И очень часто присылают фотографию, допустим, на щечке несколько прыщей, высыпания где-нибудь на подбородке. И первый вопрос у человека, он пишет, скажите, доктор, это розация? Вот я думаю, что у меня розация, вот у меня здесь вот высыпания такие-то. То есть слово розация, оно какое-то именно рецательное уже стало, хотя это хотя и непонятный немножечко, да, не до конца исследованный диагноз. Действительно, никто не знает основных четких причин его возникновения. И это заболевание не имеет четкого, скажем так, единого протокола лечения. Это все индивидуально назначается, поэтому розация, конечно, лучше всегда лечить специалистом, а не по интернету. Но, к сожалению, это слово, оно стало настолько популярным, что любые какие-то изменения на коже пытаются назвать розация этим словом, и на самом деле они зачастую не имеют вообще никакого отношения к этому ангионеврозу. Как я уже сказала, розация первичная, это ангионевроз. Ангио-это сосуды, то есть это патологическое расширение сосудов, как первичный элемент, можно сказать, этой патологии. И розация чаще всего начинается именно с эритемы, то есть покраснения. Причем покраснение, оно имеет характерную локализацию именно в центральной части лица. И вот эта стадия, когда еще нет, например, воспалений, она может быть достаточно длительной, то есть она много лет может длиться и так и не быть воспалением. Она может не переходить в стадию паплопастулезной розации, но вот это вот эритема, приливы, это очень характерно как раз именно для вегетативного компонента, то есть, можно сказать, разлад нашей нервной системы, который вызывает как раз вот эту эритему, покраснение лица, то есть розация, это первичная ангионевроз. Если у нас расширяются патологические сосуды, они часто расширяются, то рано или поздно возникает следующее явление, это купероз, то есть сосудистые звездочки, телеангиоктазии. И вот как раз для розация характерно наличие этих телеангиоктазий, а при акне, например, как правило, этого не бывает. Причем акне локализуется чаще всего не в центральной части лица, а как раз по нижней части лица, на лбу, может быть, вся эта зона покрыта воспалениями. Если это переоральный дерматит вокруг естественных отверстий, то есть это вокруг глаз и вокруг рта высыпание преобладает. И зачастую купероз не сопровождает возникновение этих воспалений. Если раньше розация была более характерна для более старшего возраста, то сейчас, увы, эта патология тоже помолодела, поэтому различие в том, что розация возникает, например, у более старших, а акне возникает у более молодых, оно смазалось. То есть здесь уже на это ориентироваться не стоит, потому что у возрастных пациентов бывает акне Тарда, и у достаточно молодых, там 23-25-летних пациентов бывает розация, к сожалению. Поэтому важно, есть или нет сосудистый компонент, то есть есть ли эритемы, есть ли эти приливы, горячая кожа во время приступа и локализация. Именно вот центральная часть лица, поражение центральной части лица очень характерна именно для розации. Также розация провоцирует определенные триггеры, то есть какие-то ситуации, способствующие приливы крови к лицу. То есть это могут быть физические нагрузки, это могут быть какая-то пища острая, со специями, это может быть алкоголь, это могут быть горячие просто напитки, чашка горячего чая или кофе может спровоцировать эту эритему и усиление этих проявлений розации. Акне же чаще всего провоцируется либо какими-то погрешностями в диете, но тоже не у всех, не у всех еда влияет на выраженность акне. Либо, что еще более часто бывает, это какими-то гормональными сбоями, то есть если есть какой-то дисбаланс в гормонах. Что важно еще, момент ключевой розации, это патология, которую невозможно фактически вылечить до конца, она имеет хроническое проградиентное течение, то есть обострение, ремиссия, обострение, ремиссия. И очень зависит от того, как человек, ну от образа жизни, от ухода за кожей и от того, собственно, какая схема лечения применяется. Что касается акне, акне мы вылечить можем, можем вылечить его совсем. Да, акне тоже бывает затяжным, но здесь есть определенные схемы лечения, определенные препараты, которые работают с ключевыми причинами, факторами, вызывающими акне, а это в первую очередь фолькулярный гиперкератоз и гиперколонизация кожи, например, патогенной микрофлорой. И таким образом это не такой тяжелый хронический процесс на всю жизнь, как розация. Вот это, наверное, ключевые моменты, которые я хотела бы озвучить для того, чтобы вам было проще не находить у себя, как у Джером Джером и все, кроме родильной горячки, и называть любой прыщ словом розация, а просто разобраться и, соответственно, если есть розация, убрать триггеры по возможности из вашей жизни, из образ жизни, который приводит к лицу, а если это акне, то использовать правильный уход для проблемной кожи. И главное с обеими этими патологиями обращаться к профильному специалисту за назначением лечения. Желаю всем здоровья, хорошей, красивой, ухоженной кожи. Ставьте лайки или дизлайки, если вам видео понравилось или не понравилось. Буду очень признательна за вашу реакцию. И если у вас есть какой-то опыт на эту тему, пишите в комментариях. Если у вас есть вопросы, тоже с удовольствием на них ответим. И до встречи в новых видео. Субтитры сделал DimaTorzok